Привет, на связи Кротов Роман. Сейчас я вам расскажу, как сделать форму для приема сообщений на сайте. Это будет один из нескольких видеоуроков по этой теме. Для начала мы создадим файл индекс, который позволит нам создавать форму, отображать форму сбора сообщений на сайте. Я, как вы видели, просто взял и создал текстовый документ, потому что именно так можно создать его. Подпишем индекс PHP. Вот таким вот образом. Кодировку я поставлю tf8. И начнем писать. Для того, чтобы создать тмл-файл, нам нужны теги. body, в которых будет у нас форма. Эта форма будет состоять из нескольких полей. Для этого используются теги input и текст арея. Теги input не имеют закрывающего тега, а состоят из одного слова и атрибутов name. Давайте сделаем несколько полей. e-mail, имя и телефон. Делаем вот такие атрибуты на английском, потому что мы потом будем по этим значениям получать данные в PHP скрипте, которые ввел пользователь. Так, дальше мы пишем тег текст арея, в котором будет у нас тег message. Тег текст арея имеет закрывающий тег, то есть мы ставим здесь закрывающую скобочку, и добавим еще по одному атрибуту. Placeholder, e-mail, имя, и здесь сообщение. Вот так выглядит индексный файл. Это основная форма. На самом деле этого недостаточно, чтобы принимать сообщения с сайта. Но мы чуть позже к этому вернемся. К этой форме мы еще чуть-чуть подделаем. Естественно, вы можете использовать стили CSS для того, чтобы сделать ее красивой. Я просто покажу, как она выглядит сейчас уже в реальном времени. То есть этого достаточно, чтобы она отображалась. Как видите, форма отображается, но нет нескольких элементов. Во-первых, нет у нас кнопки отправить сообщения и какие-то иероглифы вместо русских слов. Для того, чтобы браузер автоматически определял кодировку мы добавим в область head а в области head тег метод charset utf8 Сам файл тоже у нас в кодировке utf8 Обновим страницу. Теперь у нас более-менее нормально выглядит. Добавим следующий тег input который у нас будет, кстати, типа submit и у него будет здесь другой атрибут в алую отправить сообщение. Все, теперь у нас есть все необходимые поля. Конечно, не так красиво она выглядит, как хотелось, но напоминаю еще раз, что вы можете сделать любой стиль, применить для этого фреймворк, CSS стили, сами написать и так далее. Но урок у нас сейчас не об этом. У нас конкретно о том, как отправить сообщение с сайта. Потому что форма-то есть, отправлять нечему. То есть у нас должен быть специальный скрипт, который будет отправлять это сообщение. И этого сообщения будет отправлено именно со стороны сервера. Потому что через JavaScript на стороне браузера это сообщение невозможно отправить. Только сервер может иметь такие функции. И для этого нам нужно сделать такой атрибут у тега форм, который будет содержать submit.php. Это атрибут, который содержит путь до PHP файла, в котором будет обрабатываться отправка сообщений. Дальше у нас будет использоваться атрибут метод post. Это один из методов отправки. Но более подробно я не буду сейчас об этом рассказывать. Просто скажу, что если вы напишите так, то все будет работать и так же действовать, как у меня на примере. Создадим файл submit. Я просто скопировал индексный файл и назову его submit. Чтобы не создавать заново PHP файл в блокноте, я это просто скопировал. Здесь единственное, что у нас изменится, будет уже немного по-другому. Будет вместо HTML тегов открывающий тег PHP. Итак, из чего у нас будет состоять файл submit? Я решил для вас показать, как сделать проверку на заполняемость тех или иных полей. На самом деле, можно усложнить проверку, сделав еще и проверку по типу данных. То есть, например, номер телефона будет проверяться, чтобы были только цифры, либо по маске специальной, либо можно проверить по e-mail, чтобы именно был введен e-mail, а не какая-то билиберда и так далее. То есть, можно усложнить это все, но я покажу более простой вариант. Я напишу сейчас простую конструкцию if скобка открывается, круглая и закрывается, в ней будет условие, условие проверки. Если это условие будет выполнено, то мы будем выполнять код, заключенный вот в этих фигурных скобках. Иначе, else, мы будем выполнять другой код, который мы здесь позже напишем. Какие у нас будут условия? Можно сделать так, мы проверим наличие данных во всех переменных, которые нам были переданы. Если у нас не пустое поле пост, проверяем name. Здесь вы видите, что я использую в качестве индекса этого массива вот эту переменную name. Эта переменная нами задавалась в файле index в поле input. Вот здесь вот атрибут name и он равен name. Если бы мы проверяли email, то мы брали бы вот этот вот email. То есть, содержимое, которое будет отправлено пользователем, содержимое этого поля будет получено вот в этом элементе массива. Теперь смотрите, мы сделали проверку на name. Если у нас не пусто вот это вот значение массива, тогда мы выполняем этот код. Empty это функция PHP, которая определяет пусто ли значение. Вослицательный знак это отрицание. То есть, Empty возвращает true, если это значение пусто. Отрицание истины это ложь. То есть, если это значение не пусто, тогда мы будем выполнять код. Но, кроме этого, нам нужно проверить и остальные поля. Поэтому, я просто использую ту же самую конструкцию. Если не пусто, email и, если не пусто, message, я сделаю вот три таких проверки. я сделаю так, что поле телефон у нас может быть и необязательным. Но, вы можете сделать проверку и на поле телефон. Для этого вы уже знаете, что сделать. Копировать, ставить и добавьте сюда фон. То есть, это по вашему желанию. Когда будете писать, можете проверить. Теперь, смотрите, у нас два варианта действия программы в дальнейшем. так как php-скрипт это программа, то у нас идет здесь определенная логика. То есть, мы разветвленную структуру программы делаем либо первое условие, либо второе. Давайте рассмотрим вариант, когда у нас все эти поля заполнены и мы можем отправлять сообщения. Для отправки сообщения мы будем использовать функцию mail. Она на самом деле очень простая и пишется следующим образом. в кавычках я пишу e-mail, на который будет отправлено сообщение. Дальше я пишу тему письма новое сообщение. Это у нас входные параметры функции. Дальше тело письма. Здесь у нас может быть любой текст сообщения, которые вы хотите отправить по e-mail. Обратите внимание, что в данном случае мы отправляем данные, которые ввел пользователь в форму. То есть по сути нам нужно обратиться к вот этим переменным и добавить их в тело письма. То есть это сообщение. Данные сообщения. И здесь по идее нужно все эти данные в одну строку как-то уместить, чтобы у нас в тело письма не попали все эти данные. Для этого проще использовать переменную. Допустим, вот так я через доллар напишу letter равно и здесь я уже данные сообщения вставлю вот таким вот образом. А эту переменную я вставлю вместо этой строки. теперь теперь у меня будут данные записываться в переменную, а потом уже подставляться в эту функцию. Но как бы здесь нужно еще и добавить какие-то данные. Что можно сделать? Мы сделаем следующее. Мы к вот этой переменной добавим новую строчку. Для этого я напишу letter равно и для того, чтобы у нас добавилась еще одна строка к строке данные сообщения, то есть прибавить к ней, чтобы было дальше еще какой-то текст, мы ставим точку и равно. Причем видите, если вы не поставите точку, то у нас будет полное присваивание и в переменную запишется только данные сообщения. Если вы хотите прибавить дополнительно еще одну строчку, просто ставим точку. Итак, у нас есть специальные директивы для того, чтобы у нас почтовый клиент понимал, что это перенос строки. Я сделал перенос строки и в принципе я могу его ставить после каждой строки, так будет удобнее. Что нам здесь нужно? Имя клиента, который вел данные, ну не клиента, а просто посетителя, который заполнял форум. Здесь я тоже могу вести знак конкатенации, то есть сложение строк, вот оно name, я беру это, копирую и теперь у меня будет имя двоеточие name. Как видите, я здесь в данном случае использовал переменную и прибавление, а здесь я просто их объединил все в одной строке. Можно было это все конечно и вот так вот перенести и все в одну строчку писать, но это неудобно. По аналогии делаем для остальных данных этого сообщения. Это email, то есть у нас нужно email, телефон и само сообщение. Готово. Теперь у нас сообщение добавлено в переменную letter и она у нас отправлена в функцию mail. Но давайте сделаем, чтобы было все красивее. я для примера еще сделаю переменную темы. Темы равно и вот сюда вот эту переменную данные помещу, чтобы у нас было однотипное использование, чтобы не было то переменную передаем, то сразу строку. По идее можно email сюда указать, но это уже на ваше усмотрение, как захотите. Теперь в принципе отправка сообщения будет работать. Но можно сделать еще одну фишку, которая улучшит это сообщение. Например, сделать так, чтобы при ответе на это сообщение автоматически клиент подставлял определенный email. То есть в почтовом клиенте будет написана кнопочка ответить на это сообщение и сразу же будет удобно, если на нее нажать, будет на определенный email отправлено. Как это сделать? Это можно сделать с помощью заголовки. Для этого я написал сейчас переменную $Headers равно и двойные кавычки. Не забывайте ставить точку запятой в конце каждой строки. Это очень важно. Здесь все элементы важны и буквально до каждой точки кавычки. Это PHP скрипт, а не обычный HTML. Если в HTML просто будет коряло отображаться, то PHP скрипт перестанет работать весь скрипт. если что-то ошибетесь, поэтому внимательнее. Итак, headers. Пишем параметр from. Здесь у нас можно указать email. Можно указать email, а можно указать имя, от кого было отправлено это письмо. Допустим, Кротов Роман. Далее. Я могу использовать тот же принцип конкатенации, как в случае этой переменной, но на самом деле я могу использовать немного другую структуру. Смотрите, как это выглядит. Чтобы не захламлять код и каждый раз не писать переменные присвоить, я сделаю просто перенос строки, чтобы тоже было удобнее. Так вот скопирую и напишу reply to. то здесь можно указать e-mail другой цвет собакогмайл.com Далее. Я использую тоже знаки переноса. Это rn. Можете добавить по желанию еще версию PHP. Для этого пишем xmailer php slash и php версию. Специальная функция в PHP, которая позволяет выдать версию PHP. Смотрите, вот это конечно параметр весь необязательный. Это для тех случаев, если вы захотите сделать более такую расширенную настройку e-mail сообщения, которые будут приходить. Теперь у нас все параметры есть, mail функция отправляет. Что же делать, если у нас не заполнены какие-то поля в форме? Я могу сделать много различных вариантов, что в этом случае делать на разные страницы ошибок, перенаправлять, но сделаем самый простой вариант. Используем переадресацию header location header location далее смотрите, если у нас функция mail выполнилась, то есть я пишу if в круглых скобках и эту самую функцию я обращиваю в скобки. То есть в случае истины, когда у нас функция mail выполнилась, она возвращает true. В противном случае она вернет false и мы тоже здесь можем какое-то действие выполнить. Точно так же в фигурных скобках я пишу. То есть если у нас функция email отправки не выполнилась, мы также переадресуем на главную страницу. Здесь может быть переадресация на любую страницу, любой файл. Допустим error.php Вот так вот. То есть нужно будет отдельно создать файл error.php. Если же у нас успешна переадресация, я здесь переадресую fengu.php. Таким образом у нас произойдет переадресация на страницу fengu.php. Это может быть обычная html страница, которую мы сейчас сделаем. Скопирую просто файл index.php и напишу здесь fengu. Все делается на английском латинскими буквами. Вместо формы у нас здесь будет текст, который я заключу в тег h1, чтобы он был крупнее. Сообщение отправлено. Тут то же самое. те же самые html теги, что и в индексном файле. Это обычный индексный файл. Здесь есть теги head, в нем есть тег meta, для того, чтобы отображалась верная кодировка. И все больше ничего. Теперь я закачаю эти файлы на свой сервер, для того, чтобы протестировать их работу. Я выделяю эти файлы и закачиваю. я пользуюсь своим хостингом, который у меня поддерживает хостинг провайдер. Вы можете закачивать на свой собственный сервер, либо на любой хостинг. В любом хостинге есть возможность закачивать файлы по FTP, либо с помощью специального файлового менеджера, который представляет сам хостинг. Это делается очень просто. Как вы видели, я зашел в файловый менеджер, нажал загрузить файл, специальную кнопочку, и закачал эти файлы. Открываю этот тестовый файл, нажимаю кнопку отправить. Естественно, я заполнил всю форму, открыл папку с этим скриптом, который я закачал. Нажимаем отправить. Так, submit у меня не верно указанный URL, потому что у меня не в корне располагается, а в папке в другой. Для того, чтобы это исправить, я указываю директорию testform и здесь то же самое. Давайте-ка попробуем еще раз. Здесь в форме тоже нужно указывать путь правильный до файла submit, чтобы все работало. Пробуем еще раз. Сообщение отправлено. Проверяем папку с сообщениями. Появилось сообщение сайта, новое сообщение сайта. Вот видите, теперь у нас форма работает и сообщение принимается. То есть у нас это сайт и сообщение отправляется на указанный почтовый ящик. Вы видите, как просто. На самом деле язык PHP достаточно простой. Мои ученики, которые прошли курс Master PHP, они знают об этом, что это достаточно легко делается за 5 минут. Теперь по поводу вот этого момента, что я указывал путь. Обратите внимание, что у нас есть корень сервера. Вот здесь допустим корень. То именно нужно верно указывать путь до файла, который обрабатывает прием этих данных из формы, чтобы у нас все верно работало. И естественно переадресацию тоже нужно указывать с учетом того, что мы поместили внутрь папки. Если бы у нас была бы в корне эта форма сбора сообщений, то вот этого не надо было бы писать, то есть все было бы как я в самом начале сделал, если бы у нас было бы в форме сообщения, то есть просто видеоламп. Здесь вот если бы я открыл и где-нибудь у нас здесь была бы эта форма сообщений. Как видите все очень просто. Я думаю я запишу несколько видеоуроков по этой теме и вы можете посмотреть дальше, как можно улучшить эту форму, сделать ее более интересной, красивой и функциональной. А на этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всего доброго. На связи был Кротов Роман.